Так, вижу участников, всех приветствую, сейчас я тут вспомню, как тут что, ну давайте я, наверное, сразу поставлю тогда демонстрацию экрана, вот, так что вы будете должны видеть меня и видеть, слышать, вот, просто, ага, вот чат, хорошо, всех приветствую, кто есть на связи, нас тут сегодня тоже немного, поставьте, пожалуйста, плюсики, как видно, слышно, видно ли экран, вот, видно ли слышно меня, я попрошу поставить плюсики присутствующих, вот, я сам поставил, ну хорошо, ну да, вижу, флюр файзулина, интересное имя, ну хорошо, значит, меня зовут Алексей Громов, я уже третий провожу подобный вебинар по запросу брокерской компании TechMill, вот, так что прошу любить и жаловать, значит, я, кто я сам, кто первый раз, или там будете потом смотреть на ютубе еще где-нибудь, вот, я трейдер, значит, торгую порядка десяти лет, вот, в той или иной степени профессионализма, в той или иной, я имею в виду, что поначалу, конечно, я был далек от профессионализма, то есть, ну, у меня ушло где-то года три, вот, ну и преподаю я, соответственно, получается порядка семи лет, как вот сам научился, так и начал это давать. Меня часто спрашивают, почему я обучаю, ну, сейчас-то уже в некотором роде вот такая миссия, что ли, предназначение, но если не бросаться громкими словами, то я начал по той простой причине, что мне хотелось получить инвесторов, ну, то есть, я просто начал какие-то видео там публиковать, что-то как-то просто общаться, кого-то что-то подучивать, какие-то вопросы еще даже до ютуба, вот, и, в общем, все это переросло в обучение, в обучающий курс, вот, и я сам, учишь других, учишься сам, это не пустая фраза, и действительно, я когда начал обучать, моя сама собственная стратегия, она стала действительно такой системной, читаемой, понятной, да, потому что есть очень много различных торговых стратегий, вы сами это, наверное, знаете, которые, ну, очень сложные и малопонятные, вот, поэтому я сам для себя многое упростил, многое отбросил, начал я, значит, ну, если так, совсем где-то с волнового анализа плюс-минус, да, вот, и пришлось оттуда многое поубирать, потому что волновая теория – это теория, вот, не встретите ни у Пректора, ни у авторов волнового анализа волновая стратегия, они все пишут, что волновая теория, волновой анализ, вот, а стратегия практики, практического применения того, что там есть, ну, есть, конечно, но сложно, то есть излишнее многое теоретизировано, поэтому, если мы говорим о теоретизации, это важно, но в умеренных дозах, должна быть любая стратегия адаптирована именно под практику, поэтому я говорю за свою стратегию, я за все стратегии сказать не могу, меня часто спрашивают, а вот эта стратегия, а вот эта стратегия, я так отвечаю обычно, вы можете, в принципе, в конце часто мне задают подобный вопрос, то я сразу скажу, что я все стратегии не знаю, вот, и знать не могу, да, вот, как говорил Декарт, по-моему, не надо пытаться узнать все, чтобы не стать во всем невежим, да, поэтому, вот, узконаправленно моя стратегия, я с ней работаю, она работает, учеников она работает, вот, поэтому я, собственно, и даю, вот, во всех стратегиях можно пытаться разбираться, но это будет каша, и все равно они будут отдельно работать, каждая сама по себе. На мой взгляд, лучше волнового анализа еще пока ничего не придумано, то есть он в себя включает все, и поддержки сопротивления, и фигуры, и каналы, и прочее, 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 то есть он в себя вбирает все. Ну, вот это вот все я взял, отсек, как мне думается, лишнее, то, что на практике мало применимо, и выработал то, что выработал. Ну, это так вот, вкратце, я вам сейчас говорю о том, так сказать, мой путь, мой трейдерский путь, вот, ну, о себе, если что-то будет обо мне интересно, можете спросить. Сейчас я торгую на счетах инвесторов, вот, торгую, обучаю, и вот, собственно, в этом плане все. Значит, как мы давайте сегодня построим? Я вкратце, ну, то есть пробегусь, то есть у нас первое занятие как было? Первое занятие у нас было, мы говорили, вообще у нас тренд, да, то есть у нас вебинар, это занятие, семинар о тренде, вот, и я делю тренд, ну, на три части. Начало тренда, продолжение тренда и окончание тренда. На первом занятии мы с вами говорили о начале тренда, на втором занятии мы говорили о его продолжении, и сейчас более предметом поговорим об окончании. Сразу говорю, что у нас тема не про точки входа, хотя я о них тоже вкратце расскажу. Вот, хотелось бы вам зарисовать такую схемку, давно уже ее не зарисовывал, надеюсь, что будет понятно. Я тут сейчас немножко как курица лапой, но я надеюсь, что вы поймете. Значит, из чего вообще состоит успешная торговая стратегия? Что это вообще такое? Потому что у людей, вот я на предыдущих занятиях говорил, вам может быть не очень понятно, сейчас я зарисую такую схемку, где вам все станет более прозрачным, мне кажется. Я уже давно ее не рисовал, но вот смотрите, ну, условно, три таких круга. Будем считать, что это круги. Да, получились овалы. Ну, смотрите, значит, три успешные, три составляющие главного успешного трейдинга. Вы должны находиться вот где-то вот в этой вот средней точке, вот здесь. То есть у вас должно быть пересечение. Какие составляющие? Первая составляющая – это риск менеджмент. Друзья мои, как бы вы не умели торговать, если вы не соблюдаете грамотный риск менеджмент, если у вас нету своей стратегии риск менеджмента, абсолютно все ничего не будет иметь смысла. Абсолютно. То есть вы можете быть идеальным трейдером, не соблюдая риск менеджмент, все посливаете. Поэтому это первое. Второе – это анализ и статистика. Крайне важный момент. 99% трейдеров не обращают на это внимания. И, к сожалению, об этом вообще мало говорится. Вот, допустим, вы не умеете совсем торговать. Но вы хорошо анализируете свою торговлю, работаете, пытаетесь что-то выявить, вычленить. И фактически в теории можно создать торговую стратегию, какой-то анализ и так далее. При этом изначально вы абсолютно ничего не умеете. Вот этот механизм анализа и статистики позволяет вам фактически создать. Это не очень может быть разумно в плане торговли, изобретать велосипед, когда можно этот велосипед взять и пользоваться. Но для того, чтобы выйти на стабильный профит, для того, чтобы развиваться, это исключительно важная вещь – анализы статистики. И, собственно, дальше третий момент – это торговая стратегия. Это то, собственно говоря, что такое торговая стратегия. Это какой-то механизм, который позволяет вам заключать сделки. Причем системно, чтобы их можно было анализировать, чтобы можно было соблюдать риск-менеджмент. Какой-то набор правил, алгоритмов, обязательный для исполнения. Каждый из этих кругов, он, безусловно, тоже делится. Если вкратце, риск-менеджмент можно поделить на три части. Он бывает разный, риск-менеджмент. Условно, некоторые пользуются процентом от депозита. Например, в каждой сделке вы рискуете 1% от депозита. То есть в случае потери вы теряете 1%. Он бывает разный, плюс-минус, кто-то больше, кто-то меньше. Новичкам или тем, кто стабильно не умеет торговать, не может. Я советую это делать не более 1%. Это и психологически комфортно, и при маломальской толковой стратегии вам и заработка будет вполне достаточно. Нужно не риск-менеджмент увеличивать, то есть не риски увеличивать. Нужно увеличивать объем торгуемого депозита. В этом очень хорошо помогает доверительное управление инвестора. То есть, как многие берут, берут свою несчастную тысячу долларов, пытаются ее запихнуть в брокеру и раздуть из нее сотку. Но это можно в теории сделать, на практике это ни у кого не получается. Все эти тысячи несчастные сливают. Поэтому тут надо не риски увеличивать, не вбухивать туда полным плечом заходить. Тут нужно искать деньги в управлении, а если вы умеете торговать, то деньги найти совершенно не проблема. Если у вас есть какая-то положительная крутая статистика, можете даже ко мне обратиться, можете в Тикмил обратиться, вам подберут инвестора. Я не знаю, проблемы подобрать инвестора нету. Есть проблема найти прибыльно-стабильно торгующего трейдера. Поэтому я вот так заостряю на этом внимании, я так решил сегодня занять немножко расшире, отойти от чисто тренда, то у меня такое ощущение, что вам может быть не все понятно. Так вот, первый способ соблюдения риск-менеджмента – это процент. Следующий способ риск-менеджмента – это некоторые берут, я напишу F – фиксированный риск-менеджмент. В плане берут, допустим, 50 пунктов стоп и все. Я не считаю, что это правильно, потому что разные бывают системы. Тут надо смотреть на конкретную стратегию систему. Я, например, пользуюсь первым способом – процентом от депозита. Тут такой полезный момент есть, капитализация и прочие вещи. Но не будем сейчас погружаться. Ну и так далее. Каждый из этих тоже можно делить. А аналитика, статистика – это на самом деле очень объемная тема. Это надо проводить несколько полноценных занятий именно только по аналитике и статистике. Но тоже условно можно разделить на три части. То есть, что именно нам нужно анализировать? Что нам нужно анализировать? Ну, в первую очередь, нам нужно… Тут разные механизмы деления аналитики и статистики, да. Но если так в общих чертах, то первое, что нужно анализировать – это свою торговую стратегию. То есть, набор тех правил, с которыми вы работаете. Потом можно и нужно обязательно анализировать время. На самом деле, такой интересный момент. Дело в том, что я знаю, что есть пул трейдеров, да. То есть, не знаю, инвесторские группы, фонды, называйте как хотите. Там какое-то количество трейдеров. И некоторые подобные пулы, они даже запрещают торговать своим трейдерам в пятницу. Просто запрещают и все. Потому что в пятницу у них максимальные убытки. Поэтому проще запрещать, да, чем как-то прокачивать или заставлять. Вот. И на это надо обращать внимание. Надо обращать внимание, какие дни у вас лучше идет торговля. В какое время у вас лучше идет торговля, да. Какие сессии и так далее. Вот все, что связано с таймингом, с временем, это тоже нужно обязательно анализировать. Вот. Ну, и так далее. Тоже не буду погружаться, но анализировать нужно абсолютно все. Нужно анализировать точки входа. Что такое себя представляет вход. Мы сейчас еще поговорим. Тренд и так далее. То есть, все, что бы вы ни делали на рынке, это нужно проводить анализ. Сейчас это кажется таким, да ну нафиг. Хочется прямо отодвинуться от этого подальше, только бы этим не заниматься. На самом деле, если этого вы не будете делать, вы никогда не выйдете в стабильный плюс, да. То есть, аналитика статистика, она, только она может вывести вас в стабильный плюс. У большинства трейдеров такая проблема. Либо они сливаются, да. Либо, когда они подходят к какому-то определенному там опыту, уровню своего развития, они начинают болтаться то в плюс, то в минус. То есть, стабильности, прибыльности нет. Ну, из-за этого, конечно, у людей часто возникает такой психологический надрыв, что люди просто не выдерживают и... Ай, да ну нафиг, рискну всем. Бабах и слили. У меня самого такое было, и практически все через это проходят рано или поздно. Вот. Но чтобы этого не происходило, нужно анализировать. Как это делается? Вы можете... Не надо там писать никаких хитрозамученных программ. Достаточно взять табличку Excel, по столбцам определить, что именно вы анализируете и смотрите потом. Вот. Ну и плюс, конечно, идеальный вариант, чтобы меньше анализировать, должна быть какая-то у вас такая продуманная, качественная торговая стратегия. Вот. Где за вас уже большую часть проанализировали. И тогда вам это, конечно, сильно упростит жизнь. Ну и торговая стратегия, да. Ну, давайте тоже разделим, допустим, на три такие части. Первая часть – это разметка рынка. Вторая часть – это тренд. И третья – это точки входа. Вот. Тоже, соответственно, каждая из них тоже делится, да. То есть оно идет такой, я не знаю, ромашкой или даже розой с многим количеством лепестков и так далее. То есть оно расширяется, расширяется, расширяется фрактально. Вот. Разметка рынка. Собственно говоря, это то, о чем вот на этих трех занятиях мы с вами обсуждаем. Это правила, совокупность правил, которые позволяют вам гарантированно определять начало, продолжение и окончание тренда. То есть в разметке рынка другой миссии нету, кроме как определения тренда. Больше ничего другого. К счастью или к сожалению, оно не несет. Я считаю, что к счастью. Лишние функции не нужны. Переходим чуть правее. Тренд. Ну что ж. Тренд зачем нам нужен? То есть мы с помощью разметки определили гарантированно тренд. У нас сейчас начался, он продолжается или закончился. И в каком состоянии находимся? В тренде мы находимся, во флете мы находимся и так далее. Тут можно даже через скобку написать флэт. Тренд и флэт. В каком состоянии рынка мы находимся? В тренде или во флете? По сути, можно это все, конечно, усложнять. Фигуры, каналы и прочая муть. Но по сути, по своей, рынок он бывает только в двух состояниях. Либо в тренде, либо во флете. И там, и там можно торговать. Если совсем утерировано, совсем тезисно, то вот у нас, предположим, идет тренд. И вот мы где-то там заходим после коррекции. Снова вверх по нему и отхватываем вот эти куски. Когда он ушел в коррекцию, мы эти движения пропускаем. Если рынок во флете, мы определяем условно его границы и стараемся от его границ торговать в глубину и отщипывать эти кусочки и класть в карман из серединки. Понимаете? То есть, это такой, чтобы вы понимали, общий принцип торговли. И это тоже доказывает то, что рынок может находиться в двух состояниях. В тренде и во флете. При этом, для многих это сложность, а с опытом это, так сказать, превращается в прелесть. Как властеление колец, моя прелесть. Что это дает? То есть, вы можете понять, что во флете тоже есть тренды. Вот эта волна, если ее перейти на более мелкий таймфрейм, то у нее будет какая-то внутренняя структура. И, соответственно, это тоже тренд. То есть, по сути, любое движение – это и есть тренд. Коррекция это или импульс – это тренд. Я понимаю, что сейчас может казаться сложновастенько и как-то вас это запутает. И это действительно поначалу сложновато понять. Но как только вы немного попрактикуетесь, вы поймете главную истину, что на рынке можно зарабатывать всегда. Значит, вот с модератором говорили только перед вебинаром. Он так сетовал на то, что вот сейчас, мол, рынки такие спокойные, нет большой волатильности. Я, например, счастлив, когда нет большой волатильности. Почему? Тут сразу же им извлекает много сложностей. Для меня чем спокойнее рынок, тем лучше на нем торговать. Все предсказуемо, все просчитываемо, нет каких-то риских движений. По сути, если движения большие и резкие, вас просто брокер не успеет исполнить по той цене. Он будет хотеть это сделать. Но у брокера же посредники между вы и на другом конце планеты какой-то Васи, которые покупают то, что вы продаете. Между ними вполне нормально, как и везде во всем мире, есть посредники. И чтобы вот эта цепочка прошла, нужно хотя бы секунды. А какие-то, ну или полсекунды. А если крупные деньги, крупные счета, то сделка бывает и несколько секунд заключается. Долго. Проскальзывание, реклоты, это тоже нормально. К этому надо быть готовыми. Вот, то есть, в долю секунды вас исполнят, но такое не всегда бывает. А на резких рынках такого не бывает никогда. Поэтому я вот просто хотел бы вас всех предостеречь. Не ведитесь на вот эти резкие движения. То есть, да, хорошо, если вы вошли в плюс и вас вытащило в профит резким движением, круто, порадуйтесь. Вот, но на постоянную основу это делать не стоит. И, конечно, рынки должны двигаться, без их движения мы не сможем зарабатывать. Но резкие движения, такие, знаете, импульсные, вот как бывает, рынок прям идет, 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 улетел. Все, тут покупать уже не надо, понимаете. То есть, крайне внимательно и осторожно с этими вопросами. Во многих фильмах там показывают вот эти эмоции, да, там, вот, там, сделка, вау, там, бумажки летают, все что-то кричат. Нет, ну это все, конечно, прикольно. Но, как вы понимаете, любой профессионализм – это спокойствие и уверенность. Хирург, когда оперирует мозг, он не подпрыгивает там. Все сосредоточены, все серьезны. Бухгалтера, спортсмены, кто угодно. Вот если человек – профессионал в своем деле, и поэтому вы, ну, для себя решите, такой вот просто психологический экскурс, что вам нужно от трейдинга. Если эмоции, то, может быть, вам не трейдинг нужен, сходите в казино. Не знаю, женщину себе найдите. Если вам прям нужны какие-то эмоции. Если вам нужны деньги и стабильные прибыли, то да, вот тогда трейдингом нужно заниматься спокойно и профессионально. Как картошку чистить, как гречку перебирать. Тут не эмоции должны быть. Такой важный момент. Итак, разметка рынка нам говорит о тренде флэте. Дает, позволяет показать. Давайте я нам это убираю сейчас. А тренд флэт нам позволяет, то есть, смотрите, мы разметили рынок, раз, увидели тренд, два, и теперь нам нужно как-то зайти в рынок. То есть, вот у нас есть трендовое какое-то движение. Да, это все круто, мы выяснили, а что делать? Да, вы спросите. Ну, молодец, Громов, ты рассказал. А что делать? И для этого, собственно, и есть точки входа. Точка входа – это не просто понятие каких-то формаций, каких-то шаблонов. Точка входа – это такой трехпалый кулак. Если позволите, давайте я, наверное, зеленым сделаю. Давайте вот эту штуку выпечу еще. И вот поделим на три части. Любая точка входа должна в себе сочетать три важных момента. Крайне важных, друзья мои. Итак, первый момент – это стоп. Я надеюсь… А, давайте, слушайте, может, у вас вопросы появились? Давайте немножко по вопросам сейчас пробежимся. Вот. Ну, если вопросов нет, вы так напишите, пожалуйста, в чате, не поленитесь, что вопросов нет. Если есть, давайте по сказанному немножко пробежимся, потому что дойдем до финиша и не успею ответить. Пока все понятно и интересно вообще. Ну, хорошо. Если… Ну, я потом еще просмотрю. Если появятся какие-то вопросы, постараюсь ответить. Итак, первое – это стоп. Ну, я надеюсь, мне никому не нужно говорить, что торговать со стопами надо обязательно. Часто, как бывает, ну, вот многие, блин, я вот тут зашел-зашла вот здесь в рынок, поставил-поставила стоп, вот, меня стопом выбило, и потом пошло в мою сторону. Часто такое бывает, да? Вот. Так, наверное, надо торговать без стопов. Я вам могу привести миллионы примеров. Торговля без стопов – это прыжок без парашюта. Это метафора, пример. Вот, когда был апотечный кризис в США, да, в начале 2000-х. До этого, вспомните, откройте рынки, как все перло. То есть, трейдеры кнопку продать вообще не знали. Только бай-бай купить. Никаких стопов, ничего. Купить, купить, купить. И потом, когда рынки повалились, послевали такое количество денег, таких количеств депозитов. Люди самоубийством жизнь заканчивают. Это, знаете, не шутки. Вот. Понятно, что там в петлю лезть, не дай бог, но если вы потеряете все свои деньги за раз, вот так, я уверен, что никому не будет комфорта. Поэтому стопов не нужно бояться. Стопам нужно радоваться. Даже взять английский язык – стоп-лосс. Это ограничение стоп-убыткам, стоп-потерям. Там не сказано, что это стоп-профит. Да, стоп-профитам. Нет, сказано стоп-потерям. Поэтому стопов не нужно бояться и нужно радоваться. Я, например, вообще как к стопам отношусь? Поскольку я знаю, что, ну, например, возьмем одну точку входа, где у меня по количеству там пунктов стоп равен, то есть профит равен выходу. Вход равен выходу, да. Вот такой вот стоп, вот такой вот профит. У меня по этим сделкам где-то 70% прибыльных сделок. И, соответственно, если у меня риск-менеджмент 1%, то на 100 сделок я зарабатываю 40% от депозитов. Все просто. Поэтому я знаю свою твердую статистику четкую. У меня есть торговая стратегия. Я ей верю. Я в себе уверен. Что у меня получается? Что если я получаю 1, 2, 3 стопа подряд, супер говорю о себе. Вау, сейчас пойдут профиты. И они идут. И они идут. И один за одним потом идут профиты. Поэтому стопов не нужно бояться. Стопам нужно радоваться. Дальше. Поговорим. Сейчас. Убираю вот это лишнее, чтобы вам не захламлять экран. Стоп. Теперь, собственно, сам вход. Сама формация входа. Я на прошлом занятии показывал. Предположим, у нас тренд. Рынок скорректировал. Мы, поскольку у нас восходящий тренд, с наибольшей долей вероятности предполагаем, что рынок снова пойдет вверх. Поэтому мы ищем на более мелком таймфрейме вход. И заходим дальше в рынок. Вот, собственно, и вход. Если увеличить, то получается вот так. Это один из входов. Первая, вторая, третья волна. На пробой вершинки первой волны. Вот вам одна из точек входа. Где стоп? Стоп всегда за основанием первой волны. И третье, что у нас есть. Это выход. Я тут не влезу. Ну, выход, короче, вы поняли. То есть, где выходить из рынка? Если стоп важен, потому что это ограничитель ваших убытков, если вход важен, то важнее всего именно выход. Потому что войти можно куда угодно, а выйти потом большие проблемы могут возникнуть. Если мы говорим о моей торговле, то у меня выходы фиксированы всегда. То есть, у меня два варианта. Либо я захожу один к одному. Вот как я рисовал. То есть, какой по величине стоп, такой же по величине профит. И я выхожу в плюс за счет большего количества прибыльных сделок. Я думаю, это понятно. И другой вид точек входа у меня, когда я вхожу по FIBA 78,6 от первой волны. Ой, блин, ну и криво. 78,6, да? Первая волна. То есть, вторая волна откатывает на 78,6. Это производная от золотого сечения. У меня на канале есть про Fibonacci отдельное видео. Я просто сейчас не влезу, если буду подробно объяснять ни в какие временные рамки. А выход у меня на 161. 161. Господи, 8. Сколько там? Вот. То есть, сетку мы натягиваем сначала напрямую, сетка Fibonacci, а потом на обратную. То есть, здесь от первой волны вверх 61%. А здесь получается, когда мы входим, 78,6. Короче, что получается? Получается сделка 1 к 5. То есть, в случае прибыли мы запрабатываем 5 долей, а в случае убытка мы теряем одну долю. Но! Вы скажете, о, слушай, так юма, давай такие трейдить. Никто вам не запрещает. Бога ради. Но по таким сделкам убыточных сделок больше, чем прибыльных. Потому что стопчик маленький, и тут такое еще как бы предтрендовое состояние. То есть, мы не в подтвержденном тренде заходим, а еще вот опираясь на старший тренд, но на мелком тайме его еще нет. Поэтому, если так позволите выразиться, немножко в наугад. Но по тренду. То есть, все систематизировано. И при этом получается, что вот именно эти сделки, они самые прибыльные. А зачем я все это так долго рассказываю? Коротко, и вам может быть не очень так все понятно, что нахрапом. Но очень важен именно выход. И вот я свои выходы очень долго, годами тестил. Я даже не знаю, сколько я на тестере. Тысячи не сказать. Десятки тысяч сделок провел. На реальном рынке тоже не скажу. Но там поменьше, конечно, тысячи, но тоже очень много. Поэтому я в своей стране. И причем я торговал и в разные годы. И на разных состояниях рынка. И в кризисные времена, и не в кризисные времена. И выборы президентов, и выборы правительств. И мне плевать, на самом деле, что там происходит. Лишь бы я видел свою сделку и мог дойти. Поэтому точки входа, они состоят, собственно, из стопа. Самого, собственно, входа формации. И выхода. Вот так вот вкратце. Выглядит схема успешного трейдинга. Конечно, из каждой из этих можно говорить отдельно и расписывать отдельно. Это можно и нужно. И, конечно, если вы будете делать это с нуля сами, это невероятно сложно. Поэтому лучше бы вам найти какую-нибудь стратегию, практически применимую, отработать. Поскольку у меня сейчас нет много времени, я не могу вам как-то в деталях это все расписывать. Но общая схема, общая канва теперь у вас должна быть в голове. И вы теперь. Самое главное. Если вам попадается какая-то торговая стратегия, вы просто берете эту схемку, накладываете торговую стратегию на схемку и смотрите. Ага, там этот чувак хочет меня развести. Там нету там стопов. Ага, тут нету толком выходов. Вообще даже у крутых трейдеров, кстати говоря, у многих проблемы с выходами. Ага, так. А тут непонятно вообще, как читать рынок. Нету разметки. Так, ага. Тут как с трендом работать, вообще фиг его знает. Или вообще вас хотят заставить работать против тренда. А здесь риск менеджмент. Ну, то есть вы можете санализировать, посмотреть сами, наложить ту стратегию, которой вы пользуетесь, на эту схемку, и вам все равно станет понятно. Знаете, как кальку на стекло. Ага, сразу все понятно. Также давайте сейчас я… Так, как бы так нам тут сделать. Давайте быстренько поубираю. Я хочу оставить эту схемку. Бу-бу-бу-бу-бу-бум. А, дальше она уже убирает. Ну, хорошо. Давайте так. А как тут у нас? О, точно. Так, сейчас это все поудаляю. Не забывайте, что… Ну, по крайней мере, главное мне не забывать, да? Что у нас сегодня тема про окончание трендов. Мы говорили на предыдущих двух занятиях про окончание трендов. Итак, сейчас я вам расскажу, собственно, тут нет никаких секретов. Вообще, запомните, нет секретов ни в одной торговой стратегии. И тоже вот один из, кстати, моментов. Если кто-то вам пытается впарить, что вот у меня секрет, я не хочу рассказать, бегите от него подальше. Просто, ну, это бред. Нету секретов. Важно уметь их применить, да? То есть, нету секретов в хоккее, нету секретов в футболе, нету секретов в хирургии. Нету нигде никаких секретов. Надо просто уметь этим пользоваться. Поэтому то же самое все в трейдинге. Итак, окончание тренда. Ну, как вы помните, да, тренд – это такое состояние рынка, при котором волны в одну сторону – это длиннее, чем волны в другую сторону. Я думаю, это понятно. Ну, вы можете задать простой вопрос. Ух, не то. Вот. Значит, задать простой вопрос. Слушай, а когда же он заканчивается? Как нам определить? Итак, тренд заканчивается в следующих случаях. Первое. Если у нас пятиволновая структура, это такой немножко частный случай, но тем не менее. Если у нас пятиволновая структура, то есть есть у нас какая-то волна, которую мы разметили как пятиволновую, и она четко выделяется как пятиволновая. Это не часто бывает, но бывает. Третья, четвертая и пятая. Если волна пошла вот сюда вот вниз и пробила основание пятой волны, то вся вот эта красная волна можно считать ее законченной. Это первый момент окончания тренда. Следующий. Если рынок разворачивается, то есть не просто заканчивает и уходит во флет, а разворачивается, что это значит? Вот у нас есть, допустим, трехволновая какая-то структура. Она может быть пятиволновой, это и там, и там работает. Ну, чтобы вы понимали, у меня либо три, либо пять волн. То есть у меня нет такого, как по классике, должно быть пять волны, и хоть ты тресни. Но если нет этой пятой волны, чего ее искать, черную кошку в темной комнате? Вот, поэтому делится на три, на три, делится на пять, на пять. То есть в практическом смысле это больше работает. Раз, два и три. То есть что произошло? Равнозначные волны развернулись одного и того же волнового уровня в противоположную сторону. То есть вот у нас шла волна, и вот с этого момента, когда произошел разворот, пробой в противоположную сторону, все, у нас пошла волна следующая, того же уровня. Это первая, вторая условно, и там первая, первая, вторая, и так далее. То есть рынок, когда развернулся. И еще какой случай есть, да, ну, блин, не влазит. Ну, давайте я попробую здесь впихнуть. Значит, это не знак окончания тренда, это предпосылка. То есть, знаете, что такое предпосылка? Это еще не причина, это просто предпосылка. Это когда у нас происходит вот первая, вторая, третья, и пошла четвертая волна, и она пробила середину третий. Вот здесь, друзья мои, надо быть крайне осторожным, потому что восходящий тренд с большой долей вероятности уже, может быть, закончился. Тут много нюансов, это уже такое, как я сказал, предпосылка. Вот. Это еще не обязательно, он запросто может еще выстрелить. Вот. Но разметка уже все равно будет другая. И просто вы знаете, что если четвертая волна сильно переломилась, вот, то есть слишком зашла в глубину третий, значит, уже, ну, так, вверх искать входы, ну, опасненько. Вообще, идеальный рынок, в моем понимании, когда он идет на экране, если возьмем ноутбука, монитора, примерно там плюс-минус под 45 градусов, и обычные нормальные волны, это идеальный рынок. Там можно зарабатывать и зарабатывать. Я однажды на золоте я торговал 1%, у меня был риск-менеджмент от депозита. Только на золоте. Вот такой был рынок, это было лет 5, что ли, назад. Я настрелял 50% от депозита. То есть, представьте, если бы я торговал 5% от депозита риск-менеджмента, какие бы. Это за один месяц. То есть, это риск-менеджмент жесткий такой. Куда я не заходил, все профит, профит, профит. Ну, это, кстати, подтверждение того, что не надо искать резкие движения, как некоторые любят на нон-фарме торговать. Сидят, сидят, сидят. А потом, ой, ой, как так? У меня же на дымке все получалось. Так что, такие пироги. Ну что, какие вопросы? Давайте, время вопросов. Вы стопы не переносите без убыток? Нет, не переношу. Не вижу в этом целесообразности. Объясняю, почему. смотрите, допустим, у нас с вами вот вы вошли. Да? Вот где-то здесь. Вот здесь. Вошли в рынок. Поставили стоп. Выпылился. Перенесли в без убыток. Дэнс выбило вас. Рынок пошел дальше. Поэтому на самом деле, если вы потестируете этот момент, когда вы переносите без убыток, а когда вы не переносите без убыток, прибыли у вас намного больше, когда вы не переносите. Мы же все рабы прибыли. Поэтому, наверное, тогда лучше работать таким образом. Так, ну, так, вопросов, как я понимаю, нету. Что вам тогда еще рассказать? Что вам тогда еще тут рассказать? Вот. Ну, про тренд еще напомню тогда. Давайте я тогда это удалю. Вообще все. Тренд. Как я говорил, да, тренд бывает заканчивается. И вот, когда вот он закончился, он либо переходит во флэт, либо переходит в новый тренд. А флэт так или иначе перейдет все равно в тренд. Да? То есть, допустим, у нас пятиволновочка, хоп, мы перешли в тренд. Перешли во флэт, точнее. Вот пробилось основание пятой волны, мы перешли во флэт. А тут у нас, допустим, хоп, и рынок снова пошел вверх. У нас просто укрупняется волновая структура, и получается, что мы из флэта снова перенеслись в тренд. И вот так вот мы идем за рынком. То есть, фундаментальная мысль трейдинга, которая у вас должна быть, фундаментальная. Это то, что мы идем за рынком, а не указываем ему, куда двигаться. Мы не пытаемся угадать, куда пойдет рынок, более там, плевать, куда он пойдет. Главное, чтобы мы за ним шли, потому что мы его не контролируем, мы им не управляем, но мы можем за ним пойти. И если научиться это сделать и принять эту мысль, как вот чаще всего говорят, рынок должен пойти туда, никому он ничего не должен. рынок пойдет туда, откуда ты знаешь, куда он пойдет? Или начинаются угадайки, наверное, туда пойдет, а может туда, может пусть. Если хотите в угадайки поиграть, это в битву экстрасенсов. Если пальцем в небо тыкнуть, это в казино. а если вы хотите профессионально торговать, то вы идете за рынком, а не наоборот. Невозможно прыгнуть в могучую реку и остановить ее руками, но вы можете научиться по ней плавать быстро и комфортно. И то же самое с трейдингом. Главная фундаментальная мысль, которую мне важно донести, даже не так важен это тренд, про который я говорю. Это все не так важно. Важно, чтобы вы усвоили главную мысль, что мы не пытаемся угадать, куда пойдет рынок, мы следуем за ним. И как только вы усвоите для себя это убеждение, эту пресуппозицию, как только вы, если вам мало того, что я говорю, убедитесь сами, что это так, ваш трейдинг кардинально изменится. Конечно, вам еще много предстоит работать и использовать какие-то стратегии и так далее, безусловно. Но вы уже никогда не будете сливаться и вы будете свою стратегию использовать и подводить именно в прибыльную сторону, а не наоборот. Надеюсь, более-менее понятно. Это такая штука, казалось бы, слова-слова, пароля-пароля, но друзья, без этого просто никак. Когда я ставлю стоп-лосс под первую или вторую волну, мой стоп снимается проколом, закон подлости. То есть, мои входы чуть-чуть преждевременно, как правило. Нет, просто вы не очень умеете пользоваться той стратегией, которая у вас есть, скорее всего, или стратегия не очень. И никаких законов нету подлости, тем более. есть только вы и рынок. И рынок вообще плевать на вас, на меня, на всех. Он просто есть, как солнце. Вы можете что угодно кулаками сотрясать, но ему на вас наплевать. Оно просто есть, оно дает тепло, дарит, светит, и либо вы это принимаете, либо нет. Поэтому рынок есть, и либо вы умеете на нем работать, либо нет. более подробно на ваши слова я говорил уже сегодня раньше. В целом, у меня тогда все. Спасибо, что пришли. Те, кто будут смотреть на канале, тоже спасибо за внимание. Надеюсь, что было полезно. Пишите комменты. Спасибо модераторам. Всего вам хорошего. До свидания. Пока-пока.